Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается неделя Китово. Вообще глава Китово посвящена проклятиям. Проклятиям, которые обрушатся на головы людей, если они не будут соблюдать то, что заповедано Богом. Мы немного об этом говорили, потому что тема тяжелая, но все-таки кончается неделя два слова. Воздействие справедливого наказания выражается известной формулой. Страдания очищают. Чтобы наполнить сосуд какой-то новым содержанием, например, дорогим виновым, надо удалить из него предыдущую грязь, которая ассоциируется с грехами. Сам сосуд надо тщательно вычистить. Это болезненная процедура, особенно если сосудом этим являемся мы сами и наша душа. Примерно так описывает процесс очищения Альтереба в своем послании о раскаянии. Он пишет, если человек совершил тяжелый грех, одного раскаяния и даже поста и покаянных молитв недостаточно для полного очищения. Все это способно до времени отсрочить наказание. Но потом приходят страдания, которые посылает Всевышний. И они уже полностью очищают нашу душу и завершают искупление. Вот так устроен мир. Хотим мы или не хотим. Даже само выражение, которое используется в данной недельной главе, означает драйд, начищать до блеска. И при этом, к сожалению, стирается поверхность больно. А название Дня Искупления, Йом-Кипур, происходит от слова Копора, что означает очищение от пятен и грязи. Так что не просто так говорил Бог о всех этих вещах. Знаете, мы с вами все это наблюдаем своими глазами. Вот написано было, что перед приходом Мессии, это Балшемтов сказал, в мире наступит изобилие. Люди станут достаточно хорошо жить. Они привыкнут украшать дома роскошными вещами. Они не могут удовольствоваться малым. Затем наступят тяжелые времена. Нужда и бедность мира скуднеют. И люди, потребности которых возрастут, не смогут их удовлетворить. Так начнут сострадания перед приходом Мессии. Это мы видим своими глазами. Вообще, кто помнит, написано в начале Брешит, что когда Бог изгнал из рая человека, Он поставил вращающийся меч охранять дорогу жизни. Дорога жизни, это Тора. А вращающийся меч, это события жизни, которые болезненно, но заставляют нас вернуться к правильному пути, если мы понимаем что-нибудь. Надо только понимать. Естественно, мы знаем, в 1991 году была война во время войны в Персидском заливе. И Саддам Хусейн послал на Израиль 39 ракет с КАД. Каждая по 900 килограмм взрывчатки. Погибли только один или два человека, я сейчас не помню. Таким образом, во время войны было огромное количество чудес. Я просто как пример говорю. Было бы логично ожидать, что в результате все вернутся к вере, к соблюдению заповедей. Почему не происходит? Рафец, как Зильберг, говорил, что ракеты падали очень короткий промежуток времени. У людей не было времени осмыслить. В отличие от египетских казней, которые каждый месяц размышляли. Мудрецы говорят, что человек, который не хочет увидеть Бога, не увидит его, даже если он совершит для него явные чудеса прямо на его глазах. Можем ли мы что-то выучить из сказанного? В предпоследнем благословении молитвы Амида мы говорим за твои чудеса, происходящие с нами каждый день. Все, что от нас требуется, захотеть увидеть чудеса в тех событиях, которые происходят вокруг нас, руку Бога. Сейчас время принятия решений, мы с вами приближаемся к суду. Надо только помнить, что решения принимаются в радости. Человек не должен принимать решения, когда он подавлен, когда он расстроен, ни в коем случае. Он должен отложить это. Поэтому сначала надо разбудить в себе радость, а потом уже принимать решения. Вообще написано, что Бог раскрылся человеку, что он почувствовал Бога, ну и в какой-то мере там увидел, да, требуется определенная внутренняя готовность человека. А мы хотим так, вот раз, нам захотелось, там прибежали. Так не бывает. Надо что-то сделать. Вот все раньше пост там объявляли, сейчас посты не работают, надо объявить духовный пост. Духовный пост, это то же самое, что день без еды. Только не без еды, а без единого слова, не связанного с духовностью. Попробуйте так прожить один день. Написано, очищают очень сильно. Вообще, как бы нам надо менять, если нельзя, вот мы не можем изменить действительность, которая вокруг нас, надо менять отношение к ней. Ну какой пример? Дети плачут, да? Тебя это раздражает. Попробуй думать по-другому. Дети это то, чем Творец благословил тебе. А не плачут, значит живы, значит не у тебя есть. Такая мысль заставляет тебя прекратить тратить энергию. Негатив на негатив. Начать испытывать радость в жизни. Вообще, человек единственное существо, которое имеет в этом всем мироздании свободу выбора и может влиять на духовные миры, то есть изменять миры вообще. Поэтому все время просят человека, не разрушай мир, ты это можешь. Человек что? Человек написано, что человек, если верит, что все это случайно, он будет отдан на усмотрение случайности. Если верит в природу, тогда на усмотрение природы. Поэтому нам кажется, что добро, это то, что принесет нам удовлетворенность сейчас, в эту минуту. Но это не так. Это не так. Ребенок хочет конфету и считает, что это счастье. А от этого испортятся зубы. Мы иногда хотим того, чтобы потом лучше бы этого не хотели. Перед нами шаббат. Шаббат перед, можно сказать, Хайлулом, великим днем. Поэтому его надо провести как-то вот с тем духовным постом, о котором мы говорили. Брахава, слаха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok